Добрый день, уважаемые телезрители! С вами я, кандидат исторических наук Шамиль Батчаев. И сегодняшняя передача посвящена окончанию боевого пути Третьей Баталпашинской сотни Черкесского конного полка Кавказской туземной конной дивизии. В наших прошлых передачах мы осветили первые два года существования дивизии и ее участия в боевых действиях на Юго-Западном фронте. Сегодня мы расскажем о участии дивизии и сотне, составленной из наших земляков, последнем крупном наступлении 1917 года, которое предприняло российская армия. Надо сказать, что, как мы уже отмечали в прошлой программе, в марте, в начале марта 1917 года, произошло эпохальное событие в истории российского государства. Пристала существовать монархия. В России установилась республика. Надо отметить, что кавказцы, горцы, в целом, отнеслись к этому известию достаточно осторожно и не вполне осознавали все последствия вот этого события, считая, что они давали присягу императору и должны продолжать участие в боевых действиях именно на фронте. В отличие от многих других частей, где сразу же после февральской революции началось массовое дезертирство, уход с фронта, воротание с солдатами противника, которым особенно призывали представители левых социалистических партий, в кавказских полках сохранялась боевая дисциплина, сохранялось уважение к офицерам, к старшим по званию, к старшим по возрасту всадникам. И дивизия осталась одной из немногих частей, которая сохраняла боевой дух. И узнав о происходящем, офицеры-горцы решили обратиться через прессу к остальным частям с призывом продолжать войну и сражаться за Российское Отечество, несмотря на то, какое бы власть ни правила в нашей стране. Я позволю себе зачитать это обращение, которое было опубликовано во многих газетах того времени. В конце мая было издано официально это воззвание к солдатам и офицерам русской армии. И в нем говорилось «Наши братья по оружию, наши боевые товарищи, Кавказская туземная конная дивизия шлет вам свой клич. Сплотимся нерушимой стеной в одну могучую силу, установим у себя порядок и справедливую дисциплину и будем готовы во всякую минуту по зову наших начальников идти в наступление на противника, попирающего нашу свободу». Надо сказать, что, конечно же, подобное заявление, подобное воззвание не на большинство, вернее, частей, оно не возьмело на них действия, продолжалось дезертирство, но наверняка все-таки часть из российских солдат, офицеров, воодушевленные этим призывом, приняли более активную участие в боевых действиях, все-таки не стали отдаваться вот этой анархии разгулу, значит, наступившему в демократической России. А вот это воззвание, оно получило одобрение и на Кавказе, у земляков, бойцов дивизии, и у Временного правительства. Оно доказало, что даже в такой сложный момент кавказцы, горцы, мусульмане оставались настоящими патриотами российских государств, в то время как многие природные россияне бежали с фронта, оставляя тыл и так далее. Именно принимая во внимание эти обстоятельства, командование, российское командование, решило использовать кавказцев, полки дивизии, в предстоящем крупном наступлении русской армии, которое должно было состояться в конце июня 1917 года. Следует отметить, что это наступление должно было проходить в направлении города Калуш и Долина. Это были города в Галиции, в которой, в принципе, и происходили основные боевые события, в которых участвовали горцы Кавказа. 25 июня 1917 года дивизия перешла в наступление. В результате двухдневного наступления дивизия прорвала оборону противника и продвинулась на 10 километров вперед. И именно в эти дни произошел один из наиболее важных и ярких боев в истории нашей сотни и в целом черкесского конного полка. Дело в том, что 27 июня войска вышли к реке Ломница. Это была важная, небольшая по многоводности и так далее река, но она имела важное значение. Вот о том, как происходило наступление наших бойцов в этот день, можно судить по наградным листам офицеров Корнетов, Сейрпиа и Магомед Гирекром Шамхалова, которые командовали дивизией Верния Сотни в этот день. Вот что пишется в этих документах. 27 июня 1917 года во время наступления частей 12-го армейского корпуса 3-я бригада Кавказской туземной конной дивизии в составе черкесского ингушского полков с приданными пулеметными командами, входя в подчинение 56-й пехотной дивизии, получала задачу вести разведку и развивать успех в направлениях на деревне Крытов, Камаров, Мотрополь, Блудники и так далее. Дивизион черкесского конного полка, дивизион это две сотни, в составе первой и третьей сотни с четырьмя пулеметами составил авангард конной бригады и энергичной боевой разведкой достиг около 12 часов леса у гор Домброва, откуда пущенные разъезды на Блудники, в деревню Блудники, были остановлены у переправы через Ломницу с сильным ружейным и пулеметным огнем противника, удерживающегося за рекой и препятствовавшего всякому посягательству с нашей стороны. Несмотря на крупное препятствие, которое представляла из себя река Ломница, хочу напомнить, что это конец июня, когда та же самая небольшая водная преграда разливается, и о владении деревней Блудники, что было необходимо для дальнейшего продвижения нашей пехоты, временно командующий третьей сотней Корнет Магомед Герикрым Шамхалов с верной сотней под навесным огнем наших четырех пулеметов, лично разведав подступы и место переправы, по условному знаку, под сильным артиллерийским ружейным и пулеметным огнем противника кинулся в конном строю во главе сотни брод через реку. Развернув ее под огнем и примером личной храбрости, повел в конную атаку. Несмотря на несенные потери, достиг удара холодным оружием, работая шашкой и пикой, сбил две цепи противника, расположенные первая по реке, а вторая перед селом Блудники, и, истребляя холодным оружием, сопротивлявшихся и бегущих, внезапностью и удалью лихого налета, произвел панику и, принудив преобладающего численностью около батальона, то есть это около 800 человек, противника к бегству, занял в деревне Блудники. Конная атака третьей сотни имела важное значение, так как в этой операции и на фронте 12-го ударного корпуса черкесская сотня, в данном случае третья сотня черкесского полка имеется в виду, благодаря доблести и энергичности своего командира, первая переправилась через реку. Надо сказать, что в этом бою 50 венгерских гусар было захвачено в плен, много было убито, а сотня потеряла трех убитых всадников, 10 человек было ранено. В этом же бою отличился в составе разведки и младший офицер сотни Корнецей Бикрам Шамхалов. Он первым в составе своего взвода, во главе своего взвода врубился в нерастроенную, как пишется в документах, цепь неприятельской пехоты и лихо ошеломляющей быстротой действий своего взвода стал сбивать сопротивляющихся венгерских гусар. Кроме того, здесь отмечается, это пишут боевые командиры наших офицеров. Бесподобная работа третьей сотни, самоотверженность и храбрость всех ее чинов, поднята беспримерным порывом Корнецей Бикрам Шамхалова, давшего и напомнившего всадникам заветы рыцарства, послужила началом блестящей завершившейся конной атаки и занятия села Блутники. Надо сказать, что героизм всадников и командиров был отмечен высшими боевыми наградами Российской империи. Командующий сотни Корнец Магомед Гирикрам Шамхалов был награжден высшей боевой наградой Российской империи для офицеров орденом Святого Георгия IV степени. Его помощник, командир взвода Корнецей Бикрам Шамхалов был награжден вторым по значимости боевой наградой Георгиевским оружием. Надо отметить, что во всей дивизии, не только в Черкесском полку, во всех шести полках дивизии орденом Святого Георгия было награждено всего шесть горцев. Георгиевским оружием было награждено шестнадцать горцев. Обе эти награды получили за три года существования дивизии всего два человека. Один из них был подполковник 2-го дагестанского конного полка Аратсхан Хачебурат, имевший несколько орденов уже за войну с Японией, ветеран императорского конвоя, кадровый офицер, а вторым был офицер 3-й по Толпашинской сотне Корнет Магомед Кирикрен Шамхалов. Уже само это награждение говорит о том, что он принадлежал к числу храбрейших офицеров российской армии. Корнет Сейпикрен Шамхалов награжден георгиевским оружием, был также в числе героев дивизии, став одним из шестнадцати горцев, непосредственно горцев, кто награждали, конечно же, офицеров других национальностей, кадровых офицеров, но непосредственно горцами всего шестнадцать человек были удостойны этой высокой награды. Таким образом, в этом бою отличились как офицеры, так и всадники. Из всадников, так как георгиевские кресты должны были проходить длительное согласование, в первую очередь командиры представляли солдат к георгиевским медалям. Так вот, георгиевские медали заслужили всадник Мамурая Узденов и Сейпит Ахчуков. Георгиевский крест первой степени наверняка именно в этом бою заслужил старший урядник Джатай Байрамуков, который, по воспоминаниям своих однополчан и современников, был полным георгиевским кавалером. Но, несмотря на храбрость офицеров и всадников, как Баталпашинской сотни, так Черкесского полка и всей Кавказской туземной конной дивизии, к сожалению, к началу июля 1917 года противник получил подкрепление и перешел в контрнаступление. Несмотря на всю храбрость, всю боевую решимость продолжать борьбу до конца, к сожалению, войскам, российским войскам приходилось отступать, потому что и численное превосходство было на стороне противника, и к тому же моральная обстановка в войсках в связи с революционными преобразованиями, она, конечно, значительно ухудшилась. Многие солдаты, особенно в пехотных частях отказывались исполнять приказы командиров, бросали фронт и так далее. И попытки кавказских полков сдержать наступление противника не могли увенчаться успехом. Они были вынуждены отступать, прикрывая тылы пехотных частей. Таким образом, отойдя на позиции, которые были до наступления, в конце июня, части кавказской туземной конной дивизии закрепились на данных позициях и стали ожидать дальнейших директив командования. Следует сказать, что к этому времени ситуация в стране осложнилась и, как многие знают из вас, в конце лета 1917 года в стране сложилась взрывоопасная ситуация, в которой главную роль должен был сыграть главнокомандующий генерал Лавр Корнилов. Уже в августе 1917 года он приказал передислоцировать кавказскую доземную конную дивизию как одну из наиболее преданных и наиболее подготовленных в Подольскую Псковскую губернию. Вскоре в дивизию были введены еще несколько национальных полков, в частности 1-й дагестанский полк была добавлена Остинский конный дивизион, Остинская пешая бригада и дивизия была переформирована в кавказский туземный конный корпус, состоящий из двух дивизий, соответственно, 1-й и 2-й. Но для чего это было сделано? Дело в том, что генерал Корнилов считал, что путь, который избрали для себя руководство России того времени, временно правительство во главе с Херенским, этот путь идет никуда и необходимо навести порядок в государстве с помощью верных ему частей. Именно такой частью он считал кавказцев, которых он знал не понаслышке, а непосредственно командовал им в боях. Именно поэтому в конце 1917 года он предпринял наступление на Петроград и приказал частям кавказской туземной дивизии также принять двинуться по направлению к Петрограду. Именно части черкесского конного полка, в частности наша сотня и часть ингушского конного полка были первыми, кто оказался буквально в нескольких километрах от Петрограда, а даже некоторые сотни оказались уже в самой столице империи. Но к этому времени сами всадники и офицеры горцы, они понимали, что принеся притягу в 1914 году на верность императору и российскому государству, они давали обязательство сражаться именно в войне с внешним противником российского государства. Среди них очень малое распространение получили идеи революционеров, они отказывались участвовать в различных политических событиях, поэтому когда в расположении дивизии оказались руководители горских, кавказских организаций Петроградом и поведали горцам, всадникам и офицерам о целях генерала Корнилова, абсолютное большинство всадников отказались участвовать в походе на Петроград и обратились к руководству страны, в частности к Керенскому с просьбой об отправке их на отдых на родину. Таким образом, мятеж генерала Корнилова он не удался, как известно он был арестован последние последствия был осужден и находился в заключении а приняв во внимание верность всадников и офицеров горцев Кавказской конной дивизии правительству временному руководитель государства Александр Федорович Керенский распорядился о передислоцировании дивизии на Кавказ уже в конце сентября 1917 года дивизия была погружена в эшелоны и в октябре 1917 бойцы уже были на родине следует отметить что несколько месяцев еще дивизия существовала как воинская часть штаб дивизии располагался во Владикавказе и двух частей штаб одной дивизии располагался во Владикавказе а штаб второй располагался в Пятигорске около трех-четырех месяцев дивизия еще существовала но как известно в конце октября 25 октября 7 ноября по новому стилю произошла октябрьская революция к власти в стране пришли большевики и постепенно позиции большевиков стали укрепляться не только в центре но и на окраинах таких как Кубань Терек и другие регионы Северного Кавказа в создавшейся ситуации горцы ветераны кавказской конной дивизии которые были встречены на родине как герои оказались сложным положением некоторые из них поверили обещаниям революционеров большевиков встали под красные знамена в том числе и среди наших земляков но абсолютное большинство всадников и все офицеры Кавказской конной дивизии решили что они должны продолжать борьбу под белыми знаменами это привело к тому что зачастую бывшие боевые товарищи оказывались по разные стороны баррикад если раньше они плечом к плечу сражались с неприятелем теперь их орудия были направлены друг на друга в этой войне в гражданской войне погибли десятки сотни участников бойцов дикой дивизии в том числе и наши всадники и офицеры кто из них смог покинуть родину ушли в эмиграцию а те кто кому удалось выжить практически все погибли годы репрессии годы войны и лишь немногие смогли дожить до преклонных лет ну как представляется боевой путь наших земляков в составе кавказской туземной дивизии он заслуживает нашего уважения нашей благодарной памяти и должен служить для нас вечным примером их подвиг бессмертен их дела достойны нашего подражания они были настоящими патриотами российского государства с которых сегодня нашей молодежи следует брать пример на этом наш рассказ о боевом пути третьей баталпашинской сотни черкесского конного полка кавказской туземной конной дивизии подошел к концу я с вами прощаюсь с вами был я кандидат исторических наук Шамиль Батчаев МОТОР